В эфире программа «Понятная экономика». Я Юрий Мишенин. Здравствуйте. Плюс один. Промышленных предприятий в Оренбургской области стало больше. В поселке Дубенский Беляевского района начал работу завод по производству строительных материалов. Одно из крупнейших предприятий в области, расположено прямо на гипсовом руднике. А ведь еще 10 лет назад рудник был недействующим. В 2005-м его приобрела компания «Волма» и началось освоение. В 2011 году собственник подписал соглашение с правительством Оренбургской области о реализации инвестиционного проекта по добыче и дроблению гипсового камня на месторождении в поселке Дубенский. Общий объем инвестиций при строительстве завода и разработке рудника составил 2 миллиарда рублей. И вот производство готово. Начался выпуск строительных материалов. Это сухие строительные смеси и газогребневые плиты. Завод «Волма» Оренбург построен с применением самых современных экологически безопасных технологий. Причем производители уверяют, по качеству продукт будет мирового уровня, но российским по цене. Лента перерезана, завод по производству строительных материалов начал работу. Первая продукция будет с автографами. Здесь подписи руководителей компании «Волма» и губернатор области Юрия Берга. Все правильно, ведь без помощи области завод могли открывать очень долго. Правительство региона стало поддерживать предприятие еще много лет назад, когда здесь была только добыча гипса. В первую очередь мы шли к тому, чтобы действительно добывался, перерабатывался гипс и отправлялся потребителям. Мы отработали с цементными заводами, чтобы не возили в Оренбургскую область гипс, других территориях поддерживали своего производителя. Второе. Когда мы завели разговор о строительстве, это то, в соответствии с нашим областным инвестиционным законодательством, мы выполнили все обязательства, которые дали. Мы решили вопрос по газу, электроэнергии, по дорогам. Вместе решали проблему железной дороги. И вы были свидетелями того, как мы закладывали тут капсулу капсулу на начале строительства этого завода. Все, завод построен. Вот там хороший лозунг, там где кнопка от слов к делу. Дело сделано. За это всем большое спасибо. Завод в Беляевском районе в компании «Волма» седьмой по счету в России и первый, где производство непосредственно находится на руднике. Разведанных запасов руды здесь хватит на 50 лет. А учитывая, что вся округа – это тоже гипс, то время работы завода можно смело увеличить в разы. От карьеры до производства всего 500 метров. Расстояние, позволяющее снизить практически до нуля затраты на доставку руды. А значит, это экономически выгодный, оптимальный вариант для переработки и выпуска готовой продукции. На заводе новейшее оборудование стоит взглянуть на флаги стран-партнеров предприятия – Китай, Турция, Финляндия, Франция. Здесь стоит самое современное оборудование в отрасли гипсовой промышленности. Линия гипсоварения, линия производства сухих строительных смесей и линия производства пазогребневых плит. Тоже подчеркну, что оборудование по производству смесей у нас наиболее экологичное на сегодняшний день. Это финская компания с уникальной технологией. Мы знаем отношение скандинавов к окружающей среде, поэтому, безусловно, для нас это тоже важно. Современное оборудование, новейшие технологии, завод мирового уровня и по производственным показателям, и по экологическим вопросам – и все это здесь, в Беляевском районе Оренбургской области. А ведь все начиналось с нуля, с элементарной добычи руды. Теперь здесь не просто гипсовый карьер, а переработка и выпуск конечного продукта – предприятие замкнутого цикла. Это торжество экономики Оренбуржья, потому что мы от добычи, от простой добычи, то, чего нам дала природа, переходим к производству, к переработке, к получению, если мы говорим об экономике добавленной стоимости. А добавленная стоимость нам дает налоги, а налоги нам позволяют дополнительно производить расходы, прежде всего, в социальной сфере. Сам завод уникален. На предприятии Волма Оренбург налажено производство сухих строительных смесей и пазогребневых плит. Их используют для строительства внутри домовых перегородок. Универсальный модульный продукт, который можно применять в любых комнатах – спальных и ванных. Гипсовые пазогребневые плиты можно использовать в любой комнате. Там ванная, тут кухня, они не боятся влаги. А здесь показано, насколько эта конструкция крепка. Гиря в 24 килограмма висит и не падает. Объемы производства впечатляющие. 120 тысяч тонн смесей и почти 500 тысяч квадратных метров плит в год. Покупатель будет. Это все соседние с Оренбуржьим территории России и Казахстана. Естественно, большой спрос ожидается и от компаний Оренбургской области. У нас строительный бум. В прошлом году сдали рекордные объемы жилья. Не снижают темпы и сейчас. А потому качественные и, самое главное, недорогие отечественные материалы областным строительным компаниям были бы как раз кстати. Это первый завод, который находится на карьере. Для нас это значимое. То есть самая эффективная здесь доставка камня будет. И соответственно себестоимость продукции здесь будет самая низкая. И удобно будет доставлять до наших клиентов. Мы считаем, что это самый современный уже завод, который есть из всех наших заводов. Мы рассчитываем, что строительство начнется бурно в Оренбурге, в Орске, в районных центрах. Вопрос просто, конечно, научиться с ними взаимодействовать, обучить, может быть, технологиям более эффективные поставки делать. Я думаю, что будет эффективнее строить и, соответственно, цена будет ниже. Мы уверены, что и квалифицированные кадры мы воспитаем. Здесь будет продукция абсолютно качественная, стабильного качества, что очень важно для строителей. Чтобы не было никаких там плясок. Потому что строители, они уже достаточно капризные люди, как вы знаете. Поэтому мы уверены, что у нас будет очень стабильный, хороший продукт. Именно здесь к месту еще один модный сейчас термин импортозамещения. То, что раньше везли из-за границы, теперь можно приобрести здесь, в области. Причем руководители компании «Волма» уверяют, их товар вполне конкурентно способный по качеству мирового уровня, по цене российский. Дешевле импортных аналогов на 40-50%. Люди же считают свои деньги. Ну, 40-50% зачем переплачивать? Вы же в итоге что получаете? Какой результат? Вы же получаете ровную стену, вы хотите, правильно? Они выброшены на мусорку-мешок из-под импортной смеси. А наша продукция и наши штукатурки, в первую очередь, строительные смеси, они очень известны в стране. В прошлом году мы продали 600 тысяч тонн. Это много, на самом деле. Это много. Поэтому уверены, что мы не то что конкурируем, а даже близко не подпустим импортные аналоги в Оренбурже и Поволжье. Естественно, с увеличением предприятий вырастут и налоговые отчисления. Если раньше, когда здесь был только карьер, в бюджеты всех уровней платили 30 миллионов рублей в год. А сейчас, по самым скромным подсчетам, платежи увеличатся в 10 раз. Кроме того, обещают, все налоги будут платить здесь, в регионе. То есть пополнится бюджет и области, и Беляевского района, который теперь из чисто аграрного превратился в промышленный. Для нас это, конечно, очень важное событие. Я бы даже назвал исторические знаковые события. Почему? Потому что в наших степях строится и открывается сегодня промышленное предприятие. И, наверное, самое главное не то, что здесь будут работать люди, рабочие места появляются, увеличатся налоги в наш бюджет. У людей, которые проживают на территории района, уверенность в завтрашнем дне появляется. И они видят, что развивается жизнь, несмотря на санкции, что в районе можно жить, никуда не уезжать. Это единственное наше предприятие такое, потому что, промышленных предприятий у нас вообще не было. Сегодня у нас в статистике появилась уже такая срочка промышленной производства. На открытии завода в Беляевском районе присутствовал заместитель вице-премьера Республики Беларусь Анатолий Калинин. Он посмотрел на производство, на выпускаемую продукцию. Интерес зарубежного гостя не случайен. Такой же завод строительных материалов компания Волма будет возводить и в Республике Беларусь. Так что на Оренбургском предприятии можно и на оборудовании посмотреть, изучить все экономические вопросы. Заодно можно изучить опыт Оренбургской области по работе с инвесторами. Завод строительных материалов Волма для Оренбургской области приоритетный инвестиционный проект. Так что все положенные по законодательству льготы, по налогу на имущество, по налогу на прибыль они получат в полном объеме. Завод по производству строительных материалов Волма пример грамотной инвестиционной политики, принятой в Оренбургской области. Из неработающего, практически умершего карьера удалось создать мощное современное предприятие. 150 рабочих мест, налоги, уверенное развитие территорий. А ведь не будь наш регион инвестиционно привлекательным, могло бы и не быть в Беляевских степях завода мирового уровня. Вот на этом я с вами прощаюсь. Смотрите понятную экономику и будете в курсе всего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok